Эфир телеканала Кубань 24 продолжает тема дня. Я приветствую всех, кто проводит это время с нами. Эксперты определили наиболее рентабельные отрасли ведения фермерских хозяйств в России. По данным Центра отраслевой экспертизы, ими оказались молочное животноводство, мясное скотоводство и выращивание зерновых и масличных культур. Отмечается, что рентабельность крестьянско-фермерских хозяйств высока по всем категориям. По производству молока она составляет 35%, растениеводству – 31% и мясному скотоводству – 29%. А для начинающих фермеров на Кубани в этом году выделят 65 миллионов рублей в качестве грантов. Средства направят по нацпроекту малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Власти региона отмечают, что благодаря господдержке растет число фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. Более подробно о последних прямо сейчас поговорим. Я рада представить нашу гостью в студии председателя сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового перерабатывающего кооператива Елена Гузанова. Елена Георгиевна, добрый день. Здравствуйте. Рада вас приветствовать. Спасибо, что вы у нас сегодня. Давайте с такого вопроса начнем. Современный фермер. Кто это сегодня? Какими качествами должен обладать? Современный фермер, мы понимаем, что это человек, имеющий землю, собственную землю, релендующую землю, человек, работающий на земле. Но сейчас современный фермер, то есть это фигура многогранная. То есть фермер должен быть и юристом, и агрономом, и экономистом. Он должен разбираться в политике, потому что он должен знать ценовую политику. И потребительский рынок он тоже должен знать. То есть современный фермер, это довольно-таки грамотный человек, держащий руку на пульсе времени. Вот. И у него все получается. Как у вас возникла идея работать на земле? Почему именно растениеводство было выбрано? Ну, потому что наше братское сельское поселение в основном занимается растениеводством. То есть и в ближайшие районы тоже занимаются растениеводством. И дело в том, что продукция как бы качественная, она экологичная продукция, но сбывать ее негде. Перекупы берут продукцию первосортную. А хорошая продукция, но которая уже как бы не подходит под первый сорт, она фактически утилизируется, она выбрасывается. И поэтому возникла такая идея, она вынашилась в какое-то определенное время, что нужно именно объединиться и заниматься переработкой самим. То есть не сдавать за бесценок продукцию, а перерабатывать уже переработанную продукцию, то есть готовым продуктом ее продавать на рынок. Ну, как бы что мы и сделали. Ну, а дальше уже возникла идея строительства завода по переработке сельхозпродукции, потому что, во-первых, чтобы работать круглый год и чтобы доход был круглогодичный, продукцию нужно иметь в запасе. То есть поэтому был разработан проект по шоковой заморозке, по сублимированной сушке, потому что качественный продукт высушенный можно использовать как порошки, то, что сейчас очень востребовано кондитеркой. И мы как бы, чтобы разрабатывать линейку, мы тоже смотрим то, что на рынке сейчас очень важно. И, конечно же, мы обратились с этой идеей к власти. Власть нас поддержала. И был создан бизнес-план. Мы его просчитали, посмотрели. Значит, предприятие это будет рентабельным. Мы собираемся выехать на экономический форум, подписывать наш проект. Но мы не стоим на месте, мы работаем. То есть у нас есть ИП, и мы уже перерабатываем целый год эту продукцию. Мы продаем, у нас есть собственный магазинчик. С нами работает Москва, Питер, Дальний Восток. Пока как онлайн-магазин. Ну, качество нашей продукции пока очень высокое. Почему сельхозкооперация все-таки... Я знаю, с прошлого года работает ваш кооператив. Очень много хозяйств объединили, да? Более 20. 23 хозяйства. Почему решено было объединиться? Что это вам дало в итоге? Ну, это определенные преференции у нас есть. То есть мы можем участвовать в грантовых программах. То есть не объединившись и не быть сельхозпотребительским кооперативом. Такой возможности бы не было. Такой возможности бы не было, мы бы не могли получить грант. Это, во-первых, кредитование. Это субсидии. То есть единолично это очень трудно. Ну, фактически невозможно получить. Да, можно единолично прокредитоваться, но очень тяжело единолично отдавать данные кредиты. То есть это определенное бремя. А вот нести это бремя совместно, его как бы проще и легче. Потому что здесь можно как бы определиться, куда более выгодно вложить деньги, как более выгодно получить прибыль и как отдать то, что ты где-то взял заемные какие-то средства. А какой поддержкой, государственной поддержкой вы воспользовались в ходе работы своего сельхозпотребительского? Мы воспользовались субсидией, которую нам предоставляло управление сельского хозяйства нашего региона, Услабинского района. Ну и собственными средствами. То есть мы объединили собственные средства членов кооператива. То есть как бы такое софинансирование у нас получилось. И пока вот мы используем собственные средства. Ну конечно при строительстве завода мы планируем привлечь инвесторов. Мы планируем использовать краевую программу. Благо она у нас такая обширная, хорошая программа и большая очень поддержка от краевой власти. Мы знаем программу, которая до 30-го года разработана нашим губернатором Кондратьевым. Я хочу сказать, что это все реально. И любой желающий реально может получить помощь от власти, от государства. О более конкретных шагах чуть позже поговорим. А прямо сейчас тему продолжим обсуждать с полномочным представителем губернатора Краснодарского края по взаимодействию с крестьянско-фермерскими хозяйствами. Вячеслав Легкодух на связи с нами по телефону. Добрый день, Вячеслав. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, какая работа ведется властями по разъяснению пользы сельхозкооперативов? Я бы вам так сказал. Разъяснит пользу сельхозкооперативов в жизни. Люди видят, что эта польза есть. Мы власти в свою очередь просто-напросто разрабатываем меры поддержки. И у нас меры поддержки в государственном крае без прецедент в этом направлении. Только лишь кооперативам в этом 2019 году довольно-таки внушительные суммы на гранты выделили. Ну и у нас отдельные программы поддержки, свои краевые программы. Поэтому это вот в таком ключе. А сама жизнь подталкивает людей объединяться, потому что видят эту пользу. Скажите, а вот что цифры говорят? Насколько охотно фермеры края уже объединились в сельхозкооперативы? Вы знаете, динамика роста довольно-таки внушительная. У нас за последние два года прирост более 30%. То бишь у нас динамика идет, роста количества кооперативов. Но самое главное, хочу обратить внимание, что кооперативы создаются, как правило, там, где необходимо. И это, как бы, наше новшество в Касанском крае. Там, где именно объединяются владельцы личных подсобных даже хозяйств. Личных подсобных хозяйств. И вот кооператив, знаете, как в старые добрые времена, там называли эти организации за год конторы и так далее. Вот здесь кооператив является точкой, объединяющей продукцию жителей, простых жителей села. Даже не фермеров в данном случае. И реально вот эта вот точка, вот этот кооператив является отправной точкой для сохранения сельского уклада жизни. То бишь люди на селе понимают, что они могут не просто там где-то бегать за субсидиями, а вот здесь на земле вырастил и здесь же продал. Здесь в этом плане, да. А фермеры также объединяются. У нас есть направление и по садоводству, по животноводству, и по зерновому направлению. Фермеры тоже активно говорят. То есть польза объединения налицо, люди сами это видят, поэтому росты видим, да, 30% говорят. Спасибо вам большое. Вячеслав Легкаду был с нами на связи. Лена Георгиевна, что касается вашего кооператива, вы пользовались какими-то кредитами, брали на развитие бизнеса? Или планируете, быть может, в этом отношении? Мы пролонируем, конечно же, потому что если у нас, будем говорить, наш проект такой масштабный достаточно, и собственных средств, конечно, у нас не хватит. И есть кредитование, довольно-таки сейчас небольшой процент, есть поддержка именно в этом плане. Вот Вячеслав Александрович как бы в этом направлении работает, мы очень часто как бы с ним взаимодействуем, получаем от него большую очень помощь. Есть договоренности с банками, то есть если ты, у тебя есть проект, если ты, значит, член какой-то организации, допустим, АКОР или там еще что-то, то ты получаешь кредиты на более маленьким процентом. Более выгодным. Более выгодным. И это может воспользоваться каждый. То есть это не избирательно, что ты вот там пришел, кому-то дали, кому-то нет. Нет, пожалуйста, это может получить любой, но нужно доказать свою состоятельность, что ты будешь этим заниматься. То есть нам не нужны дутые заводы или нам не нужно отмывание денег, нам нужен конкретный завод, нам нужна конкретная переработка, потому что это улучшит жизнь населения, инфраструктуру населения. Люди смогут себя прокормить и просодержать, потому что, ну что там говорить, на теле трудно населению живется, а так каждый подсобный хозяин, имея подсобное хозяйство, он в состоянии заработать себе деньги. Вот, кстати, на что и в каких объемах кредитуются сейчас кубанские фермеры. Есть у нас такая информация. На эту тему с нами поделился Сергей Казинец, заместитель директора Краснодарского регионального филиала банка, который наиболее тесно сельхозтоваропроизводителями края сотрудничает. Давайте послушаем. За кредитными ресурсами в филиал обращается значительное число сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Финансирование агропромышленного комплекса Краснодарского края по сравнению с предыдущим годом было существенно увеличено. Из общего объема кредитных ресурсов сельскохозяйственным и перерабатывающим предприятиям предоставлено более 44 миллиардов рублей, а крестьянско-фермерским хозяйством и предпринимателям более 800 миллионов рублей. Приоритетное значение мы отдаем малому и среднему бизнесу. Кроме того, мы активно поддерживаем представителей других перспективных отраслей экономики края. В прошлом году филиал нарастил кредитование промышленных предприятий, клиенты банка получают кредитные ресурсы на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств предприятий. Благодаря финансированию инвестиционных проектов на территории Краснодарского края создаются и развиваются мясоперерабатывающие комплексы, винные заводы, заложены новые сады, обновляются машины, тракторные парки и многое-многое другое. В 2019 году филиал предоставил инвестиционных кредитов на общую сумму более 40 миллиардов рублей. Значительная часть кредитов на текущие цели связана с финансированием сезонных работ. В прошлом году на проведение сезонных компаний клиенты получили более 30 миллиардов рублей. Кредитование на пополнение оборотных средств позволяет предприятиям качественно развиваться. Дополнительное финансирование банка помогает избежать клиентам длительного отвлечения средств из оборота, эффективно использовать собственные ресурсы, непрерывно совершенствовать как технологию, так и менеджмент. 40 миллиардов, да, деньги достаточно ощутимые. Будут деньги, понятное дело, будут новые производства, будем развиваться дальше. А вот что касается перспектив у фермерства на Кубани, ваш взгляд, ваше мнение, хотелось бы увидеть, как вы видите? Но я вижу, что перспективы здесь огромные. Почему? Во-первых, благодатный климат, благодатная земля и правильная политика власти. То есть идет все для того, чтобы развивать фермерство и фермерство именно, будем говорить, именно местного населения. То есть местный фермер может развиваться. То есть если раньше мы понимаем, что очень много было пришлых компаний, которые использовали землю, не щадили ее, да, то местный фермер, конечно, он будет бережнее относиться, он будет менее, будем говорить, травматично относиться к собственной земле, потому что это его земля, это его собственность, и он ее будет беречь. Конечно, совершенно по-другому уже будет отношение. Конечно, и поэтому я хочу сказать, что сейчас очень много программ и всевозможные ярмарки, где фермер может предоставить свою продукцию, он может увидеть потребителя этой продукции, да, он может услышать какие-то, будем говорить, о этой продукции, какое-то мнение населения, что хочет видеть население, что кушать хочет население, да. То есть это экономически, фермер уже будет подстраиваться. Если это нужна будет молочная продукция какая-то, он будет делать молочку, если это будет сыр, он будет делать собственный свой качественный вкусный сыр, если это консервация или если это там какие-то десерты, это тоже будет качество, потому что не будет качества, не будут потребители. Если сейчас смотрит нас человек, который решил все-таки, что он будет фермером, вот что бы вы ему сказали и какое, быть может, направление выгодное выбрать и заниматься ли вообще на путстве от вас, от опытного фермера? Я хочу сказать, что этим заниматься нужно. Что такое фермерское? Обычно фермер – это семейный бизнес. Значит, это укрепление семьи. Это возможность сохранить семью, потому что понимаем, что если быт не устроен, если нечего кушать, семья распадается. А фермерство, оно испоконно было на Руси, на Кубани, когда оно кормило, и кормило не только город, но и кормило свою собственную семью и давало возможность жить качественно. Поэтому фермерам нужно заниматься, если есть в этом потребность. И нужно, главное, находить подход грамотный сейчас, да, и подход научный. Потому что не нужно изобретать велосипед, уже все изобретено. Нужно просто воспользоваться тем, что есть. Воспользоваться, все верно вы говорите, воспользоваться этим. А помочь помогут. Нужно обращаться к просящему, да, воздастся, как говорится. И надеюсь, что нас услышали, да? Конечно. Спасибо вам большое, Елена Георгиевна, что пришли к нам сегодня. Я напомню, что в гостях у темы дня была председатель сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового перерабатывающего кооператива Елена Гузанова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!